35 тысяч человек сегодня приходится на одного депутата Гордумы. Зачастую люди даже не знают, кто представляет их интересы в городском парламенте. Теперь, когда народных избранников станет больше, на каждого из них будет приходиться по 4 тысячи жителей. А значит, людям станет проще донести до власти свои проблемы. Благодаря реформе местного самоуправления районы получат свой бюджет и смогут на местах решать вопросы благоустройства дворов, ремонта дорог, вывоза мусора. Районы будут самостоятельно выявлять нарушения действующих правил благоустройства. То есть, если кто-то раскопал яму, долго не заделывает, там какой-то ремонт проводил, у районов есть полномочия по наложению административных штрафов. Первый замглавы администрации Самары Виктор Кудряшов рассказал жителям о ближайших перспективах развития Самары и ответил на волнующие горожан вопросы. Есть ли концепция социокультурного развития поселка Мехзавод или вообще развития территории с учетом жителей, проживающих на данной территории, с учетом оторванности этих жителей от центра города, с учетом ландшафтных особенностей? Если говорить про Мехзавод, ну, наверное, это единственный поселок, где пока вот, я бы сказал так, что не появилось ничего такого яркого, такого значимого. Но вот мы купили только октябрь у завода «Салют», дом культуры, в этом году сделаем проект, заканчиваем, и в следующем году мы будем его ремонтировать. Подобные вопросы местного характера будут решаться быстрее. В этом помогут районные советы депутатов. Их состав жителям предстоит определить 13 сентября. В команду единомышленников, которую сформируют сами самарцы, войдут люди, заслужившие доверие избирателей своими делами. Алина Чемерес, Станислав Левин, События. Алина Чемерес, Станислав Левин, События.